Вас приветствует магазин Android Auto, город Новороссийск. В данном видеоролике будет обзор на мультимедиа от компании LEX. Данный форм-фактор идет под 10,3 дюйма диагональ дисплея, мультимедиа может быть как 2, 3, 4, либо 6 гиговая, все на 8-ми ядерных процессорах с килоид-дисплеем и с подключением SIM-карты. В данном видеоролике мы распакуем ее, посмотрим, что входит в комплект стартовый, посмотрим, как выглядит на некоторых машинах, подключим ее к стенду и покажем вам его функционал. В коробочке у нас включает самая мультимедиа, инструкция к ней, переходная рамочка под 10 дюймов, далее к ней вернемся, стандартный пакет проводов и сам планшет. Выглядит оборудование вот так вот. В нижней части у нас расположены сенсорные кнопки, управление громкостью, кнопка назад, кнопка на рабочий стол, выход, кнопка выключения. Также на лицевой панели встроенный микрофон и кнопка перезагрузки устройства. Окантовочка металлическая, смотрится довольно таки интересно. На задней части у нас есть кулер системы охлаждения мультимедиа во избежание ее перегрева, подключение антенн, радио антенна, подключение всех проводов, которые идут в комплекте и основная фишка питания. К примеру, возьмем переходную рамочку под Ford Focus, вторую модель, переходная рамка под 9 дюймовую диагональ дисплея. Мультимедиа становится в любое посадочное место 9 либо 10 дюймовая диагональ и фиксируется болтиками, которые идут в комплекте. И на выходе вы получаете вот такое вот интересное нестандартное решение. Попробуем еще как это смотрится на автомобиле Toyota Prado. Тут также идет 9 дюймовая диагональ, переходная рамочка для посадки мультимедиа. Мультимедиа легко вставляется и фиксируется также болтиком изнутри. На выходе у нас получается вот такой вот вариант. и посмотрим как это выглядит на автомобиле мультимедиа на автомобиле Nissan X-Trail. Здесь уже будет использоваться переходная рамочка под 10 дюймов, потому что переходная рамка под Nissan имеет диагональ мультимедиа 10 дюймов. Ставим сюда переход под 9, он фиксируется и вставляем сюда Android. На выходе мы получаем вот такое вот решение. В мультимедиа идет стандартный пакет проводов, который включает в себя антенны, все разъемы, фишечку питания универсальную. Если приобретается комплект под определенный автомобиль, будет проводка подштатная. Подштатные провода переходная. В комплекте идет универсальная проводка. GPS антенна для работы навигационной системы. 4G антенна для работы сим-карты. Выносной микрофон. Два USB разъема. Подключаются сзади к мультимедиа, выносятся куда вам удобно в бардачок, либо в удобное место для вас. Тюльпан для подключения камеры заднего вида. ERSA кабеля для подключения выносных усилителей буферов. Передние камеры. Система охлаждения кулера. Выносного микрофона. И сим-карта. Выносная ее можно положить в бардачок. Удобно будет, если ее потребуется замена. И болтик. Далее мы мультимедиа подключим к стенду. Включим. Посмотрим на ее возможности, ее функционал. И расскажем за ее меню. Подключили мультимедиа к стенду. Яркий красочный дисплей QLED. Основной рабочий стол выглядит вот таким вот образом. На лицевой панели у нас кнопочки громкости сенсорные. Кнопка назад. Кнопочка выхода на рабочий стол. Выключение. Перезагрузка мультимедиа и встроенный микрофон. По данному интерфейсу с левой стороны у нас машинка, которая показывает скорость движения. Музыкальный проигрыватель виджет. Радио проигрыватель виджет. И иконки быстрого доступа. Можно назначить абсолютно любое приложение, которое в мультимедии установлено для быстрого перехода в него. Также в прошивке данной магнитолы есть несколько внешних видов. Так называемых лаунчеров они уже присутствуют у мультимедии. Дальше мы к ним вернемся. По меню. Мультимедия на андроиде, у которой предустановлены все приложения. Такие как Яндекс.Навигатор. Гугл.Навигатор. Музыкальный проигрыватель. Видео проигрыватель. Блютуз. Система CarLink. Это так называемый Android Auto CarPlay, который по воздуху подключает ваш мобильный телефон и переносит изображения по мессенджерам, по навигационной системе на дисплей и монитор. Предустановлен Google Play Market, в котором регистрируется аккаунт, раскачивается и обновляются все приложения, которыми вы в дальнейшем будете пользоваться. Приложения для регистратора DVR, которые подключаются к мультимедии. Приложения к диагностическому адаптеру OBD, к датчикам давления в шинах и YouTube. По настройкам мультимедии. Все у нас на русском языке, мы сильно углубляться не будем. Пройдемся поверхностно. Настройки даты и времени доступ, настройки разработчика, информация о устройстве. Мы здесь видим то, что у нас у данного планшета 13-ый Android, 8-ми ядерный процессор, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенные. В данной настройке у нас настройки Wi-Fi и SIM-карты, 4G, настройки дисплея, звука, настройка приложений. Тут еще много настроек для удобства пользования мультимедиа и заводские настройки, пароль 3368 стандартный. И тут еще у нас очень много настроек. Также в этом подменю у нас идет замена лаунчера, внешнего вида мультимедиа. Мультимедиа может выглядеть, допустим, вот таким вот образом, с таким интерфейсом меню. Также мультимедиа может выглядеть вот таким вот образом, с такими виджетами, как радио, как музыкальный импровергователь, как Bluetooth-музыка, с правой стороны у нас навигационная система, либо DVR-регистратор, также иконки быстрого доступа, машинка, которая показывает скорость. И вот так выглядит меню. Вернемся к первому лаунчеру. Также в настройках еще есть такая графа, как настройки безопасности, регулируется, настраивается язык, настройки Google, резервное копирование и сброс, и также много-много настроек. По звуку. У данной мультимедиа установлен DSP-алгоритм на звук, который дает вам возможность регулировки эквалайзера широкополосного, как вам удобно, звуковое поле, объемный звук, это задержки на каждую колонку, временные, стерео-саунд, управление низкими частотами, отдельно выведем настройки по сабвуферам, и звуковая фильтрация. С левой стороны вызывается шторка, это громкость, кнопка «Домой» и дублируются те же самые сенсорные кнопки, которые внизу.